МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это участники областной выставки конкурса «Студенты-художники». Родился полторы недели назад и уже вышел к зрителям. В Ниждагильском цирке первые шаги по манежу сделал леченок. Свидетелями этого стали семьи мобилизованных, которые побывали на открытой репетиции. Как там наши в Ялане? Журналисты тагильского рабочего побывали в окружном учебном центре, где мобилизованные тагильчане проходят боевую подготовку. Так впервые показали тренировку снайперов и разведчиков. На полигоне не отрабатывали введение огня из укрытий, сложные с действием при маневрах на поле боя. Мы перешли в активную фазу боевой подготовки, рассказал начальник учебного центра полковник Дмитрий Аксенов. Сформированные пять полков и один дивизион занимаются на полигоне. Чем больше реальных действий здесь, в учебном центре, тем проще будет в зоне проведения специальной военной операции. Так, для снайперов военнослужащих, призванных по мобилизации, существует отдельная программа по боевой подготовке, в которую входит огневая, тактическая, военно-медицинская, инженерная, тактико-специальная подготовка, трехсуточные курсы выживания. Быт мобилизованных организован согласно уставу. Живут в теплых палатках, размещение по 48 человек в каждой. Есть санитарные помещения, умывальники. Стирается каждый сам. Стандартные полевые условия. Все подробности о быте и подготовке мобилизованных тагильчан в учебном центре опубликованы в газете «Тагильский рабочий». Неокрепший лед так и манит. На водоемы, несмотря на запреты, уже выходят люди. Сегодня спасатели Центра защиты населения провели очередной профилактический рейд на акватории Тагильского пруда. К ним присоединилась наша съемочная группа. С наступлением зимы в первые 2-3 недели в среднем под лед проваливаются 2-3 человека. Чтобы это предотвратить, спасатели общаются на набережных с тагильчанами и дают памятки, как вести себя на льду и что делать в экстренной ситуации. Уважаемые рыбаки, просьба покинуть водоем. Лед недостаточно крепкий и представляет опасность для вашего здоровья. Накануне дети тоже решили проверить лед на прочность. Сотрудники поисково-спасательной службы не первый раз предупреждают и рассказывают о поведении на льду. В один из таких объездов получилось так, что увидели детей, которые бегают по льду. Лед был еще не окрепший, слабый, поэтому остановились. Детей со льда попросили их уйти со льда. Подежурили еще там, больше никто не выходил. Пострадавших не оказалось. В каждой школе ведутся профилактические беседы. Но дети все равно после уроков забывают про них и развлекаются на льду. А такие игры могут довести и до плачевных исходов. В Свердловской области за три года чуть не утонули два ребенка и два рыбака. К счастью, в Нижнем Тагиле не было ни одного подобного случая. Хорошо бы и дальше сохранить подобную статистику. 1 декабря истекает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2021 год. На сегодняшний день все уведомления сформированы и направлены адресатом в интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика, либо по почте. У нас на учете состоят на сегодняшний день 326 тысяч налогоплательщиков данных налогов. Мы ждем поступлений. Планируемых поступлений ожидаем 457 миллионов. 202 миллиона это налог на имущество. 180 миллионов рублей это транспортный налог. Земельного налога 44 миллиона. И налога на доходы физических лиц 29 миллионов. Налоговые уведомления не отправляются на портал государственных услуг. Здесь можно получить информацию только о задолженности по налогам. Не получают уведомления те, кто имеет льготы, а также если сумма налогов составляет менее 100 рублей. В иных случаях целесообразно обратиться в налоговую инспекцию. 24 ноября с 9 до 20 часов Межрайонная инспекция номер 16 по Свердловской области проводит день открытых дверей. Все желающие смогут получить ответы на имеющиеся вопросы и подать заявление на предоставление льгот. Специалисты напоминают, с 2020 года налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта. Не облагается налогом 50 квадратных метров площади дома, 20 квартиры и 10 комнаты. Чугунное ограждение, снятое с бульвара на проспекте Мира, между проспектами Ленина и строителей, в сохранности. Демонтаж произведен в связи с ремонтом в этом году проезжей части и тротуаров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Я бы хотел наконец поставить точку возле ограждения, которое снято, демонтировано нами с проспекта Мира после реконструкции автомобильной дороги. Это ограждение бывшего Зеленого бульвара. На самом деле благодарю неравнодушных граждан города, которых эта тема заинтересовала, которые не оставили ее без внимания. Пускай за это ограждение не переживать, будет в следующем году восстановлено на место. Восстановить прежние ограждения не представлялось возможным. Соединительные конструкции бывшего употребления забора, перенесенного из парка имени Горького Новые, пришли в негодность. Более 300 чугунных секций вывезены на охраняемую площадку. Здесь они в данный момент и находятся. Сейчас по предписанию госавтоинспекции на Зеленом бульваре на проспекте Мира установлено временное металлическое ограждение, соответствующее требованиям безопасности. Средства на его замену планируется предусмотреть. Чтобы свет поступал в каждый дом, филиал Пауэро Сети Месс Урала завершил модернизацию оборудования на электрической подстанции Тагил, одной из мощнейших в Свердловской области. На обновленной подстанции и в самом сердце побывала наша съемочная группа. Главный щит управления сердце подстанции 500 кВт Тагил. Здесь в круглосуточном режиме следят за работой оборудования, чтобы электричество бесперебойно поступало не только в каждый дом, но и на градообразующие предприятия. Эта подстанция одна из самых крупных подстанций в Свердловской области. От нее, скажем так, запитаны такие потребители, как Межнитагильский металлургический комбинат УВЗ. Также есть транзитные линии, связь с другими областями. И у нас еще связь с Нижнитагильскими электрическими сетями, от которых уже питаются, скажем так, все потребители данного города. Если прислушаться к трансформаторам, можно услышать звук, будто перешептываются тысячи кузнечиков. И это знак качественной работы оборудования. Энергетики завершили запланированную на этот год инвестиционную программу по замене высоковольтных вводов. Это очень важная часть силового и коммутационного оборудования. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанции и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергии. Модернизация повысила надежность электроснабжения потребителей не только Нижнего Тагила, но и ряда других городов области. Объем инвестиций составил больше 11 миллионов рублей. В этом году мы поменяли вводы на выключателях. Это работа несложная, но она важная в плане того, что работа, как сказать, ну это как человек. Диагности измерили, померили характеристики, поняли, что пришло время менять вводы, поменяли на новые. В этом году мы поменяли их 8 штук. Это и подстанция Кунёва, подстанция Тавда, подстанция Краснотуринск в разных уголках нашей области. Новые высоковольтные вводы, изготовленные в России, они надежнее и проще в эксплуатации, не требуют частого технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью. Срок их службы составляет не менее 30 лет. Коллекция одежды на стыке прошлого и настоящего, созданная семиклассниками Шкова номер 45, признана лучшей в стране. О том, как придумали сумочки из веневых пластинок и зачем скейтборд украсили городецкой росписью, расскажут наши корреспонденты. Модели одна с зелеными волосами, другая с красными, а одеты будто из прошлого. На вайре свободный сарафан из прочной ткани, помощи для красоты. Это как современные подтяжки на голове косынка. Скорее всего, я обычная девочка, которая просто живет в какой-то деревне, занимается своими делами, так же, как все обычные дети. Просто, может, немножко яркая. При этом была идея создать такую коллекцию костюмов, чтобы можно было совместить и то, что было когда-то давно, и то, как это происходит сейчас. Целую коллекцию одежды на стыке прошлого и настоящего создали ученики 7 класса 45-й школы. Дизайнерами и модельерами они себя пробуют с первого класса. Там за учебный год по коллекции создают, так что это уже седьмая. Помогают родители. У Насти Хворостовой, к примеру, отец работает обработчиком порогов металла на ЕвросНТМК. А в свободное время помогал дочке кроить наряд, а мама – сшивать. Выкраивали его, сами сшивали на сурейной машинке, с которой мы до этого никогда не работали. Это было очень сложно. Этот материал натуральный, называется парусин. Он очень сыпучий, то есть с ним было тяжело работать. У Полины костюм тоже сочетает элементы народной одежды и современной. Вот волосы убраны, чтобы в работе не мешались, но ободок модной сейчас вязки. На ногах вязаны лапти. И вот такой интересный аксессуар. Сумочка – это самые обычные пластины музыкальные, которые уже не работают. Их протыкали шилом и вязали. Вот внутри вот такая. Ну, на эту сумочку ушло где-то часа три, чтобы сделать её. Придумала, это вся моя любимая мама. Она придумала такую сумку, она увидела подобные идеи в интернете. Решила такая повторить. Вот. И я ей помогала. Я накаливала, шила и протыкала, делала дырочки. Для выступления нашли ещё старые деревянные грабли ручной работы. Отреставрировали их, чтобы создать рабочую атмосферу. А ещё современное средство передвижения – скейтворд – украсили городецкой росписью с лошадкой в центре. Тоже символично. Показ коллекции записали на видео. Отправили на отборочный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Прошли в финал, выступили в Москве и взяли диплом победителей. В номинации «Театр моды» тагильчане оказались лучшими. Именно Большой фестиваль – это, наверное, самый главный конкурс детей и творческой молодёжи в нашей стране. Потому что, во-первых, организатором является Министерство просвещения. И ребята проходят просто колоссальный отбор, потому что участвовало больше 500 тысяч детей. Из каждого региона выбрали по одному лучшему представителю. Мы были просто поражены, когда нам удалось. Просто ребята, просто учители школы. И нам удалось на таком уровне выйти в финал и стать победителями. Оплатить поездку на творческий фестиваль помог Евраз. Компания выделила 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут и на создание новой коллекции одежды. Решили, будет металлургическая трилогия. Расскажут о том, как осваивался город, как развивалась металлургия. И пофантазируют над образом людей будущего. В честь юбилея писателя, открывшего Урал России и миру. Музей-заповедник Гринзаводской Урал – одна из главных культурно-образовательных площадок, где проходят самые разнообразные мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, представил каталог его прижизненных изданий и публикаций. Все это из собрания Краеведческой библиотеки музея. Каталог создавали целый год. Черновые варианты разрабатывались с 2017 года. Это уникальная коллекция прижизненных изданий и публикаций писателя. Далеки часовой, черная армия. Конечно, это лишь часть произведений, но их достаточно, чтобы отразить характер творчества Мамина Сибиряка. Причем сохранено репринтное воспроизведение прижизненных изданий. Особый интерес представляют издания с автографами. Мы гордимся, я считаю, по праву этим изданием, так как это единственное издание, научное издание, изданное в юбилейный год писателя в Свердловской области. Именно так оформлялись книги. И вы увидите в каталоге примеры этих оформлений, образцов этих. Понимаете, это действительно благодаря этому каталогу мы путешествуем в прошлое, путешествуем в 80-е и 90-е годы 19 века. Было очень много предложений от музея-заповедника, и в том числе было издание, каталога прижизненных изданий уральского писателя. Безусловно, эту идею мы поддержали, мы от администрации города Нечтагил. И это именно тот труд, который мы с гордостью будем с вами подарить нашим гостям и нашим фтагильчанам. Тираж каталога – 300 экземпляров. Часть вручили участникам его создания, а часть передали в библиотеки, в том числе центральную городскую. Издание адресовано как ценителям книжных редкостей и исследователям творчества писателя, так и широкому кругу читателей. Наследников рода Демидовых в Нижнем Тагиле давно нет, а вот наследники демидовских традиций есть. Это участники областной выставки конкурса «Студенты-художники». В течение двух дней они соревновались в мастерстве традиционной лаковой росписи по металлу. Нижний Тагил богат и добычей металлов и народными умельцами. 275 лет назад в нашем городе появилось уникальное ремесло. Спустя почти три века среди молодых мастеров провели выставку-конкурс «Наследники демидовских традиций». Ее организовал Центр традиционной культуры Среднего Урала. «Наследники демидовских традиций – это, конечно, бренд нашего края, который знают не только в России, но и за дружом, и мы его основные продолжатели». «Действительно, востребованность в молодых мастерах велика, так же, как востребованность в учениках в века у тех мастеров, которые сохраняют прозов и хотят передать все самое лучшее, чем они владеют. В новые руки, в молодые руки». Оценивают молодых промысловиков опытные. Председатель жюри Александр Максяшин более 40 лет занимается художественными народными промыслами. Автор многих работ о тагильской лаковой росписи. Считает, что первый областной конкурс поможет найти новые таланты среди участников. «В данном случае мы смотрим, как владеют техникой и художественного мастерства росписи, прежде всего, какое колористическое решение выполняют они, какие элементы декора привносят для обогащения своей росписи». 28 участников, большинство из которых студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, соревновались в четырех номинациях. Мария Перезолова стала лауреатом третьей степени в номинации «Натюрморт». Лауреат второй степени в номинации «Пейзаж» Тамара Смурыгина считает, что в каждой работе важен выбор цветов и инструментов. Краски подойдут обычные масляные, а к стандартному набору кистей лучше приложить мастихин. «Все зависит от композиции, ну и, соответственно, от того, какая-то роспись, условно многослойная или все-таки цветочная роспись. Я буду писать пейзаж, делать копию Льва Каменева, пейзаж с трючкой». Гран-при в номинации «Цветочная роспись» отметили Татьяну Давтян. Специальный приз жюри за верность народным промыслам получила Алена Медведева. Выставка «Учитель-ученик, приуроченная 50-летию детской художественной школы номер один» открылась в Нижний Тагильский музей изобразительных искусств. Воспитанники вместе с педагогами представили работы и показали свое мастерство за годы обучения. Одно из первых совместное творчество увидела наш корреспондент Екатерина Рит. Двери в мир искусства детской художественной школы номер один распахнулись еще в 1972 году, тогда учреждение культуры стало первым в Нижнем Тагиле, где обучали юных художников. За 50 лет существования было выпущено около полутора тысяч учащихся, и многие из них связали свою жизнь с прекрасным. Сейчас педагоги передают свои навыки новому поколению, поэтому к юбилею представили совместную экспозицию. «Очень богатый опыт преподавания, очень много традиций, очень много красивых работ, и поэтому мы решили посвятить эту выставку именно творчеству преподавателей и учеников, потому что учителя передают свои знания из рук в руки по крупинке своим ученикам, и зачастую манера преподавателя очень сильно пересекается с манерой рисования ученика». На выставке 92 работы, из которых 21 выполнено преподавателями. «Теплые слова» сегодня детская художественная школа номер один получает от педагогов, воспитанников, родителей, представителей городской администрации. «Это первая школа, которая стала изучать и преподавать благовую роспись по металлу. Это школа со своими традициями, и о ней, безусловно, можно говорить очень много. Но любая школа – это в первую очередь преподаватель. И состав преподавательский в школе один из сильных. И об этом можно судить по темам об этом, по тем ученикам, которые выпускаются из темы этой школы». Детская художественная школа номер один и Музей изобразительных искусств «Старые друзья» вместе регулярно проводят выставки и конкурсы. «Нужно сказать, что сотрудничество, конечно, на протяжении всех 50 лет, потому как наш музей был организатором в городе выставок детского творчества. И вот в результате этих первых пяти лет, эти выставки у нас уже 55 лет проходят, среди художников родилось вот такое желание создать художественную школу». Выставку «Учитель-ученик» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств до 11 декабря. Родился полторы недели назад и уже вышел к зрителям. В Нижнетагильском цирке первые шаги по манежу сделал ячонок. Свидетелями этого события стали семьи мобилизованных, которые побывали на открытой репетиции и пообщались с артистами. Что еще увидели, знает наш корреспондент Анна Дик. «Самое главное здесь не стесняйтесь, можно задавать совершенно любые, потому что, может быть, для нас или для вас вы посчитаете это не очень важным, зато другим это будет интересно». Понаблюдать за процессом репетиции артистов и задать им вопросы. Такая уникальная возможность представила семьям мобилизованных. Первыми свои цирковые секреты раскрывают канатоходцы. Чтобы без особых усилий держать равновесие, им приходится заниматься каждый день. Прежде чем ходить по канату, артисты учатся падать с него и хвататься. На сегодняшние открытые репетиции для гостей сюрприз. Показали новый трюк, который находится только в разработке. Напоминаю, что масса вершак вместе с артисткой около, я думаю, 70 килограмм. Хотя, наверное, уже 65. «И в ближайшем будущем этот трюк будет исполняться на канате». «Это еще долго. Да? Теперь можно похлопать». Громко аплодировали и дрессировщице Илоне Писаревой. Как с детьми она занимается с попугаями Ара. Их интеллект, к слову, на уровне трехлетних детей. Самому младшему пернатому – 7, самому старшему – 40. В манеже они делают только то, на что способны и что нравится. А этот цирковой артист поднимает слона и двигает зубами военные корабли. Фахаридинах Назаров уже с детства был богатырем. Родился весом 6200. Сегодня он – 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Гиря веса 50 килограмм, и он ее будет поднимать одним мизинцем. Виктор Тихонов – первый и единственный в мире дрессировщик, оседлавший бизона. А еще он может управлять лошадью без уздечки. Полторы недели назад в Нижне-Тагильском цирке родился будущий артист. Сегодня ячонок сделал первые шаги по манежу. Сколько весят животные, как артисты поддерживают физическую форму, почему пришли в цирковую профессию. На открытой репетиции можно узнать обо всем. У нас не кружится голова. Как не кружится голова? Кто-то приходит, получается, сразу, то есть голова не кружится, а кому-то нужно долго-долго заниматься. Это работает вестибериарный аппарат. Гостями сегодняшней открытой репетиции в Нижне-Тагильском цирке стали семьи мобилизованных. Их приглашают познакомиться с закулисьем во всех филиалах компании «Росгосцирк». На сегодняшний день все так совпало, что задача культуры, в данном случае цирка, это показать, что эти семьи не брошены, помочь им отвлечься от тех переживаний, которые они каждый день, наверное, через себя пропускают, до тех пор, пока не вернутся их мужья, дети, внуки, ну и даже жены. После просмотра номеров и общения с артистами для гостей устроили мастер-классы. Все желающие могли пройтись по канату, подняться в воздух, научиться о замакробатике. Мне понравились воздушные гимнасты, конечно, больше всего впечатление. Ну что, не без страховки, такие номера там, что получилась такая большая пирамида, что один держит другого, другой другого, они все взаимосвязаны. Очень интересно было. И что вот за кулиси первый раз мы так попали в цирк, что посмотрели, как это все происходит. Я даже по канату прошла, так что нам очень понравилось. Первый раз такое. Спасибо за такую акцию. Чуть больше месяца назад на базе городского дворца молодежи в Нижнем Тагиле открылся штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных. За этот период волонтеры приняли более 200 обращений. Обращаются по всевозможным вопросам, начиная от социальной бытовой помощи, адресной помощи, заканчивая юридической, психологической. И даже вопросы возврата мобилизованных по броне, по основаниям трое детей, больше по состоянию здоровья. Штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных работает по будням с 9 до 20 часов по адресу Октябрьской революции, 44, кабинет 48. Там же принимается и гуманитарная помощь. Эфир Тагил ТВ продолжит программу «Неделя в Тагиле». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!